И ребят, всем привет! На самом деле, этот ролик мог бы задержаться, либо вообще не выйти, потому что я его записываю аж на день позже нужного своего расписания, и я про него просто забыла. На самом деле, я перед записью где-то день или два думала насчет темы, но не то, чтобы мне она пришла в голову. Если быть точнее, у меня кое-что спросили, и это меня подтолкнуло как раз-таки на этот видос. Ну, извиняюсь за то, что он, скорее всего, будет коротким, но, как говорится, лучше меньше, чем ничего. Так вот, у меня спросили, что я думаю насчет популярных художников, и какие стили людям чаще всего нравятся, и прочее, прочее, прочее. Первый пункт вопроса мы опустим, потому что я не собираюсь обсуждать никого тут. А вот по поводу второго, у меня сформировалось кое-какое мнение свое, и я бы хотела им просто поделиться. Еще раз, это просто скорее наблюдение, потому что я в сфере довольно, ну, долго, можно сказать, и просто подметила некоторые особенности рисования, скажем так, людей, аудитории, кому что больше нравится, и все такое. Это не значит, что я сама это делаю, просто я это подметила, и сейчас я расскажу. Кто-то может со мной не согласиться, это абсолютно нормально. В любом случае, вы должны понимать, что это видео это полностью мое субъективное мнение, и, естественно, не гайд к тому, что нужно идти делать. Давайте начнем. Давайте будем с вами честны. Большинство художественной аудитории это дети и подростки. Конечно, есть взрослые художники, мы не отрицаем их существование, но если речь идет про YouTube, про ВК, про Instagram и про PR, про камешки, это в основном как раз-таки, скажем так, дети. Это нормально. У меня у самой большинства аудитории такой, и я ничего против вас не имею, естественно. Но контент, который нравится детям и контент, который нравится взрослым, очевидно, отличается. И в первую очередь, вы должны понять, а какую аудиторию вы себе хотите. Вы должны понимать, что взрослая аудитория, скорее всего, будет набираться намного тяжелее. Намного тяжелее. Просто потому, что у них весьма такие требования большие. В то время, как дети обычно любят что-то попроще, то, что им они могут повторить. И сейчас я расскажу поконкретнее. Поговорим как раз о младшей аудитории, а именно о том, что им нравится. Очевидно, им нравятся простые картинки, как я уже сказала, которые легко повторить. Простые стили, где большие глаза, большие головы, большие руки нарисованы. Неважно на самом деле как, лишь бы они хотя бы были. Вот это вся... Ну, вот эти вот все мультяшные стили, которые немножко, скажем так, ломают персонажа. Но в целом выглядят приятно. Чем проще стиль, тем лучше. Картинка яркая, красочная, чтобы там было много цветов и прочее, прочее. Конечно, еще раз говорю, субъективное мнение. Кому-то могут там нравиться другие картинки. Но мы говорим в целом про большинства, окей? Так вот. Почему же такие картинки им нравятся больше? Потому что, чаще всего, младшая аудитория, естественно, я говорю про новичков, еще не умеет рисовать. Им нужно от чего-то отталкиваться. Они выбирают что-то попроще и пытаются это повторить. Повторить. Именно поэтому, если вы хорошо уже рисуете, у вас есть стиль, вы знаете там кое-как анатомию, прочее, прочее, вам будет тяжелее набрать людей. Потому что дети будут смотреть на эти картинки и понимать, что для них это слишком сложно. И им не будет хотеться это повторять и рисовать похоже. По крайней мере, на данном этапе. Естественно, я еще раз говорю, это не про все. И, к сожалению, я попала в этот несчастный случай. Раньше я рисовала более, не знаю, мультяшные картинки. И у меня было куда больше актива. Сейчас я начала учиться. И я начала подтягивать скил. Он действительно растет. Но актив, он как бы падает. И я чаще вижу какие-то срисовки или обмазки с моих артов. Но именно со старых артов. Вот с этих старых уродских картинок. Которые нафиг никому, по идее, не сдались. Но кто-то почему-то их обмазывает и срисовывает. Вот такая грустная реальность. Но на самом деле, не то чтобы меня это слишком сильно расстраивает. Я готова променять это все на скил. В любом случае, это не только с одной такое происходит. Я знаю очень много талантливых и крутых художников. С некоторыми я буквально лично общаюсь. Но у них, у них нет аудитории. И некоторые из них просто не рекламятся. Это понятно. Но некоторые из них из кожи вон лезут. Но у них все равно мало подписчиков. Просто потому что, ну, детей сложно завлечь картинками такими сложными. Когда ты знаешь анатомию, когда ты хочешь художку, когда ты учишься. Им это все не нужно. Это впечатляет уже, когда более взрослых художников, которые учились. Которые знают, через что проходят эти люди. Они понимают, насколько это тяжело. И они, так скажем, восхищаются другими людьми. Переходим, получается, к взрослому. Чтобы собрать взрослую аудиторию. Какую-нибудь более взрослую, естественно. Которая шарит и хочет развиваться в этом плане. Нужно идти вперед. Нужно идти дальше. Нужно стараться. Нужно учиться. Нужно читать книжки. Нужно делать все то, что начинающие художники, скорее всего, делать не будут. Потому что чаще всего они смотрят максимум туторы. И, опять же, перерисовывают чужие картинки. Если честно, я говорю про новичков-новичков. Естественно, если вы там хоть что-то уже из этого прошли. И вам действительно интересна арт-сфера. Вы пойдете дальше. Вы найдете туториалы. Вы найдете каких-то других художников. И прочее, прочее, прочее. Это вообще самые банальные вещи, которые, по идее, знают все. Но почему-то об этом никто никогда не говорит прямо. Поэтому, если вы хотите стать крутым, популярным художником. Рисуйте большие анимешные головы. Большие глаза. Яркие картинки. И все в таком духе. Если вас это устраивает, это здорово. Меня вот, например, такое какое-то время устраивало. Теперь у него устраивает. Я иду куда-то не туда. Занимаюсь какой-то ерундой, на самом деле. В любом случае, это неплохо. Еще раз говорю, я ничего против детей не имею. Это нормально. Поэтому, ребят, очень много популярных художников. На самом деле, еще сами подростки. Или даже младше. Потому что они рисуют простые яркие картинки. И другим, таким же, как они, людям, детям. Это нравится. Это, на самом деле, буквально все, что я хотела сказать. И я просто, на самом деле, удивлена, что кто-то задает подобные вопросы. Мне казалось, это очевидно. То есть, ты смотришь и понимаешь, почему этот художник популярен. Потому что его очень легко скопировать, как минимум. Тоже, синастры очень легко скопировать. Это самый, буквально, простой стиль в интернете. Но он лаконичный, он хороший. И сколько же было с рисовщиков и прочего-прочего. Так что, я надеюсь, вы поняли мою мысль. Пишите, конечно, свое мнение. Субъективное. Без срачей. Мы, конечно же, здесь не сремся. Я вас уважаю, вы меня. Ну, в общем-то, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал, на наш общий канал. На ВК, на Инст, возможно, на Твиттер. Если надо, я не знаю, надо ли. Приходите на стримы. Всем спасибо за просмотр. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok